МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас эти соревнования идут параллельно, участвуют еще и дети, юниши, юниоры. Идет отбор у нас на финал Кубка России, который пройдет в феврале в Саратовской области. Нам много трудиться, чтобы эти ласы прогрести, и причем очень быстро плыть. У вас таких ласов удобно вообще? Ну, я думаю, если человек первый раз ее оденет, то он просто не сможет плыть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красноярские ориентировщики продолжают собирать медали. Накануне наши спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Томске «Сибирский меридиан». За награды боролись ориентировщики из девяти регионов России. В общей сложности представителям Академии зимних видов спорта удалось взять восемь медалей разного достоинства. Но главным триумфатором соревнований стал Игорь Линькевич. На его счету два золота и серебро. Также красноярцы отличились в соревнованиях летающих лыжников. В Нижнем Тагиле прошел первый этап Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Среди мужчин не оказалось равных Александру Сардыко. На счету другого сибиряка Ивана Ланина серебряная медаль. Красноярцы выиграли и два золота на этапе юниорского Кубка мира по санному спорту, прошедшем в канадском Калгари. Андрей Шандера и Семен Миков первенствовали в соревнованиях двоек. Также на их счету высшая награда в командных состязаниях. Красноярцы могут выбрать, кто из игроков баскетбольного Енисея достоин выступить на первом матче звезд единой лиги. Голосование на официальном сайте чемпионата уже началось. В историческом поединке, который состоится в феврале в Сочи, на паркет выйдут сборные российских и иностранных звезд. Каждый болельщик может сделать свой выбор в пользу того или иного игрока каждой из команд-участниц. Антон Соркин, Михаил Масленников, Афонтова Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова